12 день войны 7 марта мы проснулись у волонтера по имени иван который беспроблемно спустил к себе переночевать здесь мы сегодня спали была прям целая комната сейчас собираемся встаем и будем ехать собравляться искать стоять в очереди ехать дальше короче мы покушали уже борщ попили кофе с печеньем с бутербродами и сейчас вот нас этот парень который нам помогает с нами ездит и ищет где мы можем заправиться газом мы когда приехали у него также были родственники девушка парень и мама наверное их да не приехали с харькова сказали что они сидели вообще метро целую неделю там не подмыться вообще ничего типа нельзя было сегодня утром вот мы разговариваем типа а куда родственники дальше поехали так это народы чебулы говорит что это такие же люди как и вы что говорит я их знаю так же как и вас то есть человеку так принимает абсолютно незнакомых людей к себе домой и мы уже не первые я вообще не ждал что такое может быть по-настоящему ебаный рот вот это пиздец просто что-то думать посмотрите идет мое хачапури мое спасибо две штуки взяла я сказал что не стой я наконец-то нашел газовую заправку а стоял в очереди посмотрите вон заправляется моя машина какая здесь очередь еще здесь разрешено до полного заправляться в данный момент все хорошо у меня полный бак бензиновый и полный бак газовый теперь заправил 79 литров я не знал что у меня в баке столько есть 79 литров газа только что проезжали блокпост какой-то серьезный там стояли пулеметы направленные на на всех кто въезжает подходит мужик такой смотрит как пацан опускает блок лавы мартыненко ты сброи только что ехали и по дороге видели просто стоят два ящика и с яблоками написано возьмите себе в дорогу то есть настолько людей а друг друге беспокоятся едем играет сирена играет громко так громко играет наверно валить пара отсюда ну и Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вы понимали, насколько здесь безопасно, здесь люди в магазине ходят в масках, то есть здесь существует еще коронавирус, потому что там, где война идет, там об этом вообще все забыли, никаких масок, никакого хера, все просто на панике, в шоке, а здесь все в масках, то есть здесь настолько спокойно, что люди обращают внимание даже на коронавирус, что даже коронавирусу есть здесь место. Короче, мы уже приехали, вот Макс нам нарешал квартиру. Ты сейчас похож в кадре на одного чувака. Он не похож на чувака Санцары? Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы нашли. Восьмое марта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как минимум неделю мы будем жить здесь, сняли квартиру, я думаю, что здесь будет все тихо и спокойно, вчера даже сирены не было. Так, вот наша спальня. В каком-то частном доме жить не совсем безопасно, потому что ты не можешь нормально уснуть, нормально расслабиться. Чувствуешь, слышишь каждый шорох, о чем только не думаешь, о каких-то, блядь, диверсантах, о каких-то мародерах, блядь, да все что угодно. Пытаешься уснуть, и ты, блядь, слышишь, как там, блядь, с того окна чеченцы, блядь, лезут, там, блядь, мародеры, там, блядь, диверсанты, блядь, там, блядь, десантники, блядь, летят уже, спускаются, блядь, тебе по крыше топчутся. И это очень напряженно, и ты в доме просто не можешь уснуть, потому что не понимаешь, что, блядь, сейчас еще ракета прилетит. Потому как мы на второй день на даче, когда были в селе у бабушки, я, блядь, проснулся от того, что мне снится какая-то ебала с войной, что нас там, блядь, всех стреляют, расстреливают, ракеты летят в нас, ноги, руки разлетаются уже. И я слышу сквозь сон, такой, вууууу, я это слышу, мне уже там сон подхватывает, и что-то мне подкидывает, что уже все, нам, пизда. И, блядь, я понимаю, что я это слышу не во сне, а наяву. Я подрываюсь, смотрю в окно, а все небо просто в огне, пролетает какая-то ракета прямо над нашим домом. И, сука, вся крыша шевелится, блядь, я смотрю, в окне там огонь, я понимаю, что, блядь, ядерная ракета в нас летит, нам, пизда, прям, вот, блядь, в эту же секунду. Я начинаю кричать, блядь, ну, это был последний крик перед смертью, блядь, и эта хуйня пролетает мимо нас, блядь, но все равно я охуевший, не понимаю, что происходит. Я впервые расслабился, снял штаны, без штанова решил поспать, фу, блядь, пиздец, короче. Это было, блядь, невозможно, поэтому как-то все-таки в квартире, мне кажется, что должно быть поспокойней. А тем более, что мы отъехали подальше, и как-то вот хоть на секундочку можно расслабиться, потому что из-за этих всех нервов дергается глаз вот здесь постоянно. Ну, сейчас уже нормально все. Желудок реагирует как ебанутый, причем не только у меня, блядь. Многие знакомые пишут, что, блядь, где-то бомбы какие-то взрываются, блядь, скручивают сразу желудок, говорит. И, блядь, вместо того, чтобы сидеть в бункере, ты, блядь, сидишь на унитазе, это знакомая писала. Яна, привет. Мы, наконец-то, заселились, будем что-то думать, что-то решать, придумывать, как вообще дальше жить. Ситуация непростая. В плане работы нужен какой-то заработок, нужны какие-то деньги на проживание, плюс нужны какие-то деньги для того, чтобы помогать тем людям, которые находятся в более сложной ситуации, чем мы. А в России вообще отключили монетизацию, и блогеры теперь будут, там, я не знаю, блядь, с мусорки жрать, действительно. С меня ржали пидорасы, блядь, что я с мусорки, что я с мусорки ем с Украины. А теперь, блядь, добрый вечер. Надо что-то придумывать, искать каких-то рекламодателей, что-то выдумывать, придумывать, чтобы не только о себе на жизнь хватало, но еще как-то помогать остальным. Вот, как минимум, я понимаю, что в комментариях многие, наверное, так, блядь, 100% пишут, что, блядь, куда ты уезжаешь, куда вы там где-то по селам прячетесь, типа, бери палку или автомат и иди на передовую. Я просто понимаю, что лучшее, что я могу сделать, это как-то повлиять на эту ситуацию, и будучи тем, кем я есть, смогу больше помочь, нежели, блядь, возьму палку или автомат и буду стоять на блокпосте. Я об этом, то, что я считаю, что у меня есть какие-то возможности, которыми я могу воспользоваться и помочь чуть больше, чем просто стоять с палкой либо автоматом на блокпосте. Хотя это тоже, блядь, нелегкая работа. Я о том, что этим должны заниматься те, кто умеют, а я буду заниматься, в свою очередь, тем, что я умею. Так прозвучало, блядь, жопу буду показывать. Кстати, многие люди, многие знакомые сейчас находятся, блядь, под уламками, блядь, в подвалах, блядь, заваленные. Что, по обстановочке, блядь? Подвалах, биотуалет, что это, забыл, короче, грейка, блядь, пропан, тут еду готовим, вот едим, вода, запасы, тут спим, нахуй, просто гатят, вот прям, блядь, это пиздец, нахуй, сыпется все, сука. Я не знаю, нас завалит, блядь, вот тут, нахуй, откапывайте меня, блядь, редкий сын, мир. Ноги расставь, вправо и влево. Пизда, нахуй, суки, блядь! Вот, поэтому, ребята, если кто-то до сих пор еще сидит где-то в подвале, выбирайтесь туда как можно скорее. Не рискуйте жизнью своей, своих родственников, которые будут пытаться вас туда достать. Волонтеров и всех остальных, которые будут пытаться вас спасать. Потому что вы рискуете не только своей жизнью, а и жизнью остальных. Лучшее, что вы сможете сделать, даже если вы не будете брать автоматы, идти на передовую защищать, защитите хотя бы себя, чтобы другие, защищая вас, не лезли в самую задницу. Беспокойтесь о себе, о своих близких и родных. И этим вы уже помогаете нашей стране. Это самое минимальное и простое, что вы можете сделать. Это будет уже хорошо. Увидел видос, где парень в России перелез через забор военкомата, взял с собой несколько коктейлей молотова и закинул их в военкомат, чтобы военкомат сгорел. Чтобы туда не смогли прийти призывники, которых потом отправят якобы на учения, где не все умрут. Что вы вообще об этом думаете? Такой в комментариях контраст просто пиздец. Не купался ты, какая досада. А дети Донбасса, как они жили, вспомни. Ко мне доебались, что я сказал, что я не купался 11 дней. Я же и так говорил, что у некоторых и такой возможности нет, когда я сидел в тазике, блядь, и на себя жменьками поливал воду. Так в чем контраст? Кто-то пишет такое, а кто-то пишет... Предлагаю тебе идею контента, чтобы нас всех развеять. Сними что-то позитивное, шашлычки пожарьте там, поиграйте в футбольчик, например. Не грузи нас этим негативом, хоть ты уже. Хочется отвлечься от этого нытья уже и серости. Как вы считаете, блядь, нам сильно тут до шашлычков и футбольчика? Мы сейчас сидим в квартире, блядь, с завешанными окнами, чтобы нам стекло в нас не летело. У нас есть свет, у нас обогреватель сейчас греет. И нам охуенно просто какой, блядь, еще шашлычок и футбольчик, блядь. Я не пытаюсь действительно сидеть унывать там и в серости и в этом всем. Потому что для морального состояния нужно быть сильным, нужно отдыхать, как я уже много раз говорил. И от этого немножечко как-то отходить от всего, что происходит. Но, блядь, не нужно слишком заигрываться. Слишком, блядь, заигрываться в то, что, блядь, я должен теперь не мыться, блядь, целый месяц или что, блядь. Или же должен, блядь, пировать, блядь, шашлыки, жарить и футбол играть. Я абсолютно все понимаю. Я понимаю, что многие люди сидят сейчас без света, без газа, где-то в каком-то подвале. У них, блядь, даже еды нет. Но и также понимаю, что многих это все уже заебало. Что многие хотят наконец-то закрыть глаза, уснуть без этих всех мыслей. Потому что мне каждую ночь снится какая-то хуйня. Но и не нужно сильно, блядь, входить в кураж, там, шашлыки, сауна, банька и все остальное. Хотя, несмотря на то, что, типа, этого не хватает, хочется наконец-то, чтобы все закончилось. И как следует, блядь, отдохнуть с расслабленными булками, что наконец-то все закончилось. Отдохнуть не в том плане, что, блядь, пировать, жаровать и все такое. А встретиться со знакомыми, с друзьями. Смотреть на эти все рожи, понимать, что, блядь, мы живы, целы, здоровы, насколько это возможно. И что, блядь, наконец-то мы собрались, что мы не смс-ками переписываемся, спрашиваем, блядь, как ты, ты жив? А что у вас? А у вас? У вас тихо, у вас все нормально? Вы там в подвале, блядь, еще вас не засыпало? Чтобы без этой хуйни, чтобы наконец-то все вместе встретиться. Майовку устроить, блядь. И все просто, как в старые добрые времена, чтобы все было хорошо, без того, что происходит. Я вот сижу, читаю комментарии, замечал, что некоторые из вас пишут о том, что... А что ж такое, Мартыненко, комментарии удаляем, да? То есть я такой, блядь, сейчас сижу, такой некую мне делать, блядь. Война на улице, я такой, блядь, сейчас поудаляю комментарии, блядь. Во-первых, на ютубе есть такая вкладка, как спам, куда попадают какие-то нежелательные комментарии. Либо я туда не смотрю просто, но там есть такое. Когда вы скидываете какие-то ссылки, либо, возможно, туда попадают какие-то комментарии с какими-то словами запрещенными. Которые сам выставляют ютуб. Я не удаляю комментарии только потому, что я не хочу быть, как, блядь, террористическая пропаганда, которая показывает только что-то одно свое. И не показывает то, что происходит в общем где-то еще в мире. Пускай будет то, что думают наши и то, что думают ваши. Типа, в чем проблема? Чтобы мы понимали, что там вы думаете. Вы понимали, что мы. Возможно, мы так хоть как-то друг друга поймем. И будем видеть две стороны медали, блядь, с одной стороны завесы, блядь, и с другой. А не только, блядь, то, что вам льют в головы с вашего телевизора. И если вы хотите, блядь, равенства, пускай и с нашего телевизора тоже. Поэтому пускай будет в комментариях, блядь, то, что вы думаете и то, что мы думаем. Все, и не надо, пожалуйста, сраться. Потому что долбоебов всегда хватало. Было, есть и будут. Они будут провоцировать. Но, блядь, главное просто не вестись на провокации. Долбоебы-то по-любому есть, которые будут провоцировать. Но вы же не долбоебы, которые провоцируются на провокации долбоебов. Вот, блядь. Не будьте хуже долбоебов, которые вас провоцируют. Несмотря на то, что я полный идиот, и все, кто меня смотрит, скорее всего, такие же. Но собрав всех этих ебанутых идиотов в кучу, получается такая, блядь, гремучая смесь, что ну его нахуй. Вот к чему я понял. Согласен. Короче, Андрюха, я скинул сколько смог. Надеюсь, эти мои копейки кому-то принесут пользу и буду ждать видос, кому и как ты поможешь. Мы победим. На связи. На данный момент есть первые результаты моего денежного сбора. Я готов отправлять уже первую сумму в 10 тысяч гривен на фонд «Жизнелюб». Это фонд Гарика Карагоцкого, который открыл его специально для дедушек, бабушек. Там волонтеры разносят еду, лекарства дедушкам, бабушкам, которые не могут о себе позаботиться. Также у них есть пункт, такой как бы типа вагончик на улице, куда приходят люди кормиться, кушать, получать лекарства. И я решил выбрать именно этот фонд и на него собирать деньги. Кто хочет поучаствовать в сборе, реквизиты будут в описании. Там карточка, просто карта моя приватбанковская отдельная. И счет для международных переводов. Не важно сколько это будет гривна, доллар, юань, одна копейка. Это уже будет вложение и это уже хорошо. Так что я хочу всех поблагодарить, кто в этом участвует. Сразу хочу сказать, что с этих денег я себе ни копейки не возьму. Потому что если бы я взял себе хоть одну копеечку, я уже буду считаться мародером. А как вы знаете, я хоть и долбоеб, но не мародер. Так что давайте переведем первую круглую сумму и продолжим наш сбор. Я открыл карту для благотворительности. Это отдельная карта, как я уже говорил. Создал я ее 11 числа. Вот смотрим, все переводы зелененькие. То есть это лишь поступление на карту. Я с нее ничего не снимал. Покажу сейчас абсолютно все. На данный момент на счету 14 435 гривен. Переводы я буду делать круглыми суммами. То есть сейчас я буду переводить первую сумму в 10 000 гривен. Вот переводы. Вводим номер счета. Далее. То есть вот, чтобы вы видели, что я не перевожу какому-то Пете, Васе, непонятному какому-то лицу. Что действительно вот фонд. Вот есть название. Вот открываем. Вот вписываю сумму 10 000 гривен. Есть. Все, деньги отправлены. На счету осталось 4 435 гривен. Сбор продолжается. Реквизиты будут в описании. В течение недели мне должны отправить видео с закупкой и доставкой товаров на наши с вами деньги. И, скорее всего, уже в следующем влоге мы все это увидим. Понемногу начали бомбить львов. А вообще я не перестаю думать, что мы все же живем в Матрице. Потому что, когда мы были в селе, помните, я говорил, что подруга из Тернополя, что у ее парня есть сестра, которая собирается куда-то уезжать. И нам, типа, сказали, что, возможно, если все получится, можно будет остаться в этой квартире. Но, типа, там есть собачка, у них осталась собачка. Сестра уехала, оставила собачку. Что нужно будет выгуливать эту собачку, которую зовут Лаки. Подруга Аня скинула мне фотку этой собачки. Я такой, типа, говорю, да окей, без проблем, типа, хорошо. И мы уже собирались, направлялись ехать в Тернополь. Она говорит, что я, типа, еще точно пока не знаю, можно ли будет или нельзя будет, чтобы мы заехали в эту квартиру. Она до вечера не отвечала. Я понял, что, ну, короче, чтобы не напрягать людей, думаю, я лучше сам поищу. И я нашел парня, подписчика, да, у него старого подписчика. И оказывается, что он из Тернополя. Я у него спрашиваю, ты не знаешь, типа, может, кто-то квартиры сдает. И он говорит, у меня есть друг, который сдает квартиру. Как раз собирается сдавать квартиру в Тернополе. Я говорю, о, типа, четко, прикольно, тогда мы едем в Тернополь. Ну, в сторону Тернополя будем ехать, выезжать. И как раз хотели бы заселиться в квартиру у твоего друга. И мы приехали. Получается, что с той квартирой, которую нам Аня, ну, как, не то чтобы предлагала, сказала, что возможно получится. По ей сказал, что, типа, не переживай, все нормально. Мы, типа, уже нашли квартиру, типа, все окей. Вот. И мы приехали, заселились. Прошла неделя. Мы решили выйти на улицу немножечко пройтись, подышать. Чтобы разведить как-то, блядь, мысли. Потому что все время об этой войне, все время сирены. И вот это вот все, короче, полезно выходить на улицу, немножечко дышать. Мы вышли на улицу, ходим-ходим, и видим, какой-то мужик идет с собачкой. И собачка, я открываю фотку, очень похожа на Лаки. И он еще перед нами говорит, Лаки, пошли. И мы такие, что, блядь, в смысле? Неужели на весь целый город, на весь Тернополь мы встретили эту же собачку? И сидим в машине. И я смотрю через зеркало, что этот мужик, спустя какое-то время... Я сфоткал этого мужика, отправляю, а они спрашивают, где сейчас Лаки? Она пишет, что там какие-то то ли знакомые, то ли, я не знаю, кто-то с Киева приехал. И они все-таки в этой квартире находятся и как бы выгуливают тоже эту собачку. Вот. И она говорит, да, действительно, на фотке Лаки. И мы сидим потом в машине. И я смотрю через зеркало заднего вида, приходит мужик с Лаки, с этой собачкой и заходит в соседний подъезд. То есть в том же доме, где и мы сейчас. Заходит с этой собачкой. И я пишу Ане адрес. Пишу вот такой-то, такой-то, такой-то подъезд. Она говорит, да. То есть вы понимаете, что, блядь, это пиздец. И после этого я действительно понимаю, что мы находимся в какой-то матрице. Потому что мы собирались изначально ехать сюда, в эту же квартиру, которая через один подъезд. Приехали, нашли другую квартиру и заселились все равно в этот же дом. То есть если существует матрица, и можно называть по-другому матрица, либо же судьба. То есть если действительно мы в матрице, и все, что с нами происходит, это прописаны какие-то коды. То есть судьба нас все равно привела в этот же дом. Значит, если нам суждено умереть, умереть в какой-то определенный момент. Допустим, что, блядь, ракета ебанет конкретно в этот дом. То неважно, мы заселились бы в соседний подъезд или же в этот, мы находимся в одном доме. И все равно, значит, мы умрем. Если это наша судьба, потому что судьба нас привела все равно в один и тот же дом. Блядь, в один и тот же дом, блядь, на весь город. Вы понимаете, блядь, насколько это... Да, возможно, наоборот, судьба нас как-то упрятала конкретно в конкретно это место, в конкретный дом. Уберегла, либо же наоборот. Нам суждено, возможно, в этом доме и остаться. После таких каких-то моментов я действительно верю, что мы живем в какой-то матрице. И, возможно, разруха, блядь, всего мира происходит из-за того, что мы, возможно, где-то заглянули за какую-то ширму. Мы в смысле человечество. И от этого мир трещит по швам. Возможно. Полтретьего ночи. Вообще, в таких случаях нужно находиться где-то в подвале, либо в бункере. И уж точно не в квартире, а не возле окна. Говорят, что сирены срабатывают за 5-10 минут до того, как ракеты долетят. А дальше уже либо противоударные ракеты должны сработать и отбить то, что в нас летит. Либо же, если не отобьют, то куда-то прилетит. Некогда есть снимать меня. Короче, мы решили все-таки сходить, посмотреть, что там в подвале вообще. Если есть в квартире две стены, удар идет в первую стену, а осколки и во вторую улетят. Типа, хоть как-то можно спастись. Но у нас почему-то окна в каждой комнате, в каждой стене, поэтому... Наверное, туда. Добрый. Ранок, чувакер. Как же мы промерзли, блядь, это пиздец. Я чувствую покалывание в уретре. Чувствую, блядь, как жопа промерзла. Поясница, блядь. Сопли, блядь. Мозги, блядь, промерзли. Сопли, аж, блядь, аж хорить чувствуется, блядь, в носу же. Типа настолько, блядь. Сопли, блядь, аж. Пиздец, блядь, их лоса, блядь, чувствую, блядь, уже. Короче, завтра будем уже с короной лежать вдвоем. Короче, вышли мы, посидели в подвале два часа, не дождались отбоя, не дождались отбоя. Решили зайти раньше, потому что уже, блядь, все промерзло. Там было всего, помимо нас, четыре человека. Мы сидели на, просто на табуретках. Жопа, блядь, замерзла на этой табуретке. Ну, она сразу была уже холодная. Поясница, ты чувствуешь, как уже, блядь, в жопе, как в уретре, чувствую покалывание, блядь, что уже простудил, блядь, все себе. Сейчас 6.30. Ну что ж, воздушная тревога началась в 2 часа 30 минут ночью. Сейчас уже 6.30, то есть, блядь, 4 часа мы не спали, ждали, пока это все закончится. И, типа, никак еще не заканчивается. То есть, все это время люди должны сидеть в бункере в каком-то, либо же в подвале, чтобы не прилетела им туда ракета. Точнее, чтобы не прилетела им в квартиру ракета. Но хочу сказать, что это специально делается для того, чтобы нас всех запугать. Ну, действительно, да, запугать именно ракетами, которые действительно взрываются, действительно отбирают жизни, разрывают нахер дома и все такое. Но, тем не менее, все для того, чтобы нас запугать. Поэтому нужно просто не бояться, ну, просто не бояться, потому что мы тратим слишком много своих нервов. А они нам сейчас нужны, как никогда. Вот сидим, прячемся вот так. Это же ничего не поможет, потому что тут одна только стена. И здесь, смотрите, окно, и как бы тут не спрячешься. И в спальне тоже окно, и тут, типа, не спрячешься. Ладно, может спрятаться вот здесь, но, блядь, да, тут очень спрячешься. И что, нас спасет вот эта дверь, получается, одна. Вот. Я в безопасности. Вот так точно. Наконец-то мы... Наконец-то мы дождались. 7.45 утра. 4.5 часа была, блядь, воздушная тревога. С полтретьего ночи и до, блядь, восьми утра. Охуеть, блядь. Вот такая вот у нас была ночка. Теперь можно ложиться спать. Нихуя себе, блядь. Ты въебал меня. Э. Решил попробовать проводить стримы. Провел уже два стрима, заработал на них 100 долларов. Хочу отправить эти 100 долларов моей бабушке. Ну, как бы своим дедушкам, бабушкам тоже нужно помогать, родственникам. Так что не забывайте о своих родных. Помимо этого, не забывайте о том, что я провожу стримы, где вы можете мне донатить, где мы можем с вами общаться. Вот, так что увидимся там. Стримы буду проводить сегодня. Посмотрите в описании, в котором часу. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»